всем привет с вами эдгар вы на канале мысли от эдгара сегодня хочу ответить на такой вопрос частенько задают что делать если в тебя не верят и спрашивают что ты эдгар делаешь когда вот в тебя люди не верят как ты поступаешь в такие моменты когда-то ребята я очень много слушал чужое мнение потому что думал что есть якобы старшее поколение мудрые люди я верил в то что человечество все-таки умное грамотное и мы якобы идем в сторону развития но я понял относительно недавно что все это короче фигня человечество чем дальше тем больше тупеет нету никаких взрослых и мудрых это все фигня конкретно и слушать кого-либо ну кого слушать вообще я не знаю кого для меня нету в общем-то таких людей прям чтобы я сидел и слушал что они там говорят и чтобы я согласился я лично знаете как выбираю слушать человека или не слушать и вот когда тебе говорят верю я в тебя или не верю вот кто-либо в меня верит или не верит и нужно ли мне это вообще чтобы в меня кто-то верил было неплохо если кто-то говорил что да я верю в тебя братан давай делай дело своеобразная поддержка но эти слова были бы сильными и они меня бы зацепили если бы этот человек действительно для меня был сильным человеком я как определяю например сильных и слабых людей просто когда вы разговариваете со своим собеседником и если вы касаетесь разных тем в разговоре и ни одна тема его не взбесит не загрузит а он будет на эту тему с разговаривать до упора с вами спорить у него всегда будет свое какое-то мнение в чем-то с вами согласиться в чем-то нет где-то он скажет а давай обдумаем вдвоем и какой-то новый вывод сделаем сильный человек тот который обдумывает когда у него трудности он ищет варианты выхода и нету никаких границ но у людей с этим проблема у человечества почему потому что если вы вдруг коснетесь во время разговора с человеком таких тем как религия политика равноправие мужчин и женщин семейные понятия список в общем-то большой но вот эти основные вещи если вы вдруг начнете про это говорить и напротив вас стоящий человек начнет злиться грузиться по этому поводу но все это слабый человек потому что ну все для меня это все слабый человек это что он скажет это уже для меня не важно сильный человек это ты можешь выбрать например если ты хочешь там какую-то религию да пожалуйста выбирали любую религию но ты же должен понимать что это просто выбор это вариант существования человека у человека есть разные направления национальности возможности разный язык и так далее и просто по каким-то обстоятельствам находясь в какой-то определенной точке планеты земля он выбрал например для себя там быть христианином мусульманином я не знаю там иудеем еще кем-либо 5000 разновидностей всяких религий существует еще под разновидностей есть вы представляете 5000 религий есть на планете земля это вот которые зафиксированы а сколько как и сколько под 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 веток там есть еще есть основные какие-то направления религий и там блин целая сетка до невозможности большого количества вариантов если бы была какая-то одна религия и я бы заговорил и начал оспаривать например там как все происходило как человек создавался и все такое ну может быть я задумался ну блин что ты заводишь тему религии и начинаешь спорить о том о чем все все как бы все с этим согласны один я с этим типа не согласен там я может быть задумался но но все равно бы дальше разговаривал потому что но у меня появился вопрос ну если это религия и вот это то что происходит вы говорите это настолько мощная штука а все с этим согласны почему я тогда с этим не согласен тогда докажите мне объясните давайте со мной спорить ну не спорить а беседовать и чтобы я пришел самостоятельно добровольно в ходе разговора к тому что дай я с вами например согласен тогда да так вот получается так что если вы с человеком говорите на тему религии и как я сказал религии существует там пять тысяч разновидностей есть основные которые вы знаете и все человек начинает например злиться допустим он мусульманин ты христианин и если вы не можете разговаривать друг другом до ни один из вас не сильны вы оба слабые тот же сильный мусульманин или сильных христианин а это те люди которые не обижаются на то что их спрашивают они стараются ответить если вы столкнетесь с человеком у которого вера в мусульманство и вы будете говорить ну ну вот смотрите допустим я не знаю что даже придумать ну с чем-то вы не согласны в мусульманстве например вы начинаете этому говорить сильный человек а он начнет вам объяснять факты доводы решения примеры жизненные он будет говорить вам отвечать 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 не злиться он будет просто вам отвечать и он будет отвечать не просто стандартно как наизусть выучилась какой-то книжки какие-то статьи там да и святая книга там какие-то описания и он такой статья такая-то пункт такой-то вот так-то так-то были но ты зачем мне это зачитываешь ты сам-то понимаешь что там написано смысл чтобы разговаривать понимая о чем ты говоришь так вот сильный человек это тот который будет понимая о чем он говорит при этом не злиться при этом приводят примеры и это будет бесконечно он не устанет ну устанет только потому что просто тупо кушать захотелось спать хочет сил просто не ну просто физически он уже устал но мысленно он не устал с тобой беседовать он скажет давай покушаем пойдем отдохнем поспим там здоровье восстановится завтра с утречка продолжим нашу беседу это может продолжаться много-много лет это сильные люди вот от таких людей возможно я бы хотел услышать допустим свою сторону чтобы там мне сказали они в меня там верят или не верят в поддержку допустим вот но таких людей очень мало также например если вы коснетесь какой-то политической темы вот если человек просто слабый человек он у него завидает какая-нибудь одна из сторон политических он там допустим за какого-то президента или каком-то революционера или ну за кого-либо за какую-нибудь партию тащит и у него бзик уже на эту тему и ты начинаешь говорить в общем в целом что вот есть там система управления есть разные президенты вот смотри вот так вот было бы хорошо а так нет а вот как ты думаешь если бы вот так было если ты коснешься его партии в которую которую он за которую тащит все он начнет сходить с ума вот кроме этого ничего нету все ну и все слабый человек ты не можешь с ним а ты можешь даже ему объяснить что слушай я не говорю что это плохая партия просто давай обсудим в целом например политику там что да и как чтоб ты не обсуждал мне тот свою вот эту партию будет прогонять или своего какого-то человека заела вот одно и то же все больше нету других государств нету никаких цивилизации предыдущих нет других планет вообще ничего нету есть только такое ощущение с такими людьми когда говоришь что только вот там где вы живете и только какой-нибудь местные человек который ходит орет там свободу кому-то я не знаю свободу а освободить и что-нибудь такое все а что там в африке творится например там свои проблемы свои президенты и все такое а это же все взаимосвязано это же планета земля это огромное количество разных государств разных точек везде свои какие-то вопросы религии и все такое и все это взаимосвязано потому что это экономика мира политика мира и так далее а люди ограничены если мысль только вот в своем каком-то государстве у них типа вот своя политика и как будто это не касается больше никого вот все весь остальной мир плевать вообще вот только наша тема должна быть вот с такими людьми тоже смысла нету разговаривать потом смысл слушать людей и кто тебе говорит там верит он в тебя или не верит слушать их мнение тоже бессмысленно те люди с кем ты начинаешь заводить разговор допустим мужчина и женщина понятие мужчина женщина я очень быстро могу проверить любого человека на вот слабость вот в хотя бы вот в эти три точки попробуйте бить и вывести человека на вот эту если он на злость выйдет то все не спорьте с ним с ним говорить бессмысленно вообще вы только придете к какой-нибудь злости и ни к чему более третья точка очень хорошая штука поднимите вопрос что мужчина глава семьи женщина это очаг дома вот мужчина охотник женщина готовит что-нибудь такое такое знаете природное настоящее я действительно так думаю что у каждого своя роль по природе мужчина занимается мужскими какими-то задачами женщины женскими в общем каждый занимается своим делом я физически создан так как я создан и у меня есть свои какие-то способности женщины свои способности тут никто не главный никто не не главным глава семьи это имеется ввиду что решение принимает окончательная мужчина потому что это одно из его способностей принимайте молниеносно решение которое должно спасти ситуацию семью от каких-то там трудностей вот какой-то опасности но это я сейчас могу прямо углубиться но не про это сейчас а про то что если вы заговорите на природную исходную тему человека мужчины и женщины и перед вами человек которому промыли мозги современной какой-то там каким-то равноправием вот всякие там лгбт и тому подобное бредятина то все смысл у меня такого человека слушать что-либо он по-любому с вами начнет спорить еще чего-то там всякую ерунду нести короче и получается такая штука я чуть-чуть ушел вроде да так основная тема что я хотел сказать вот люди пишут типа эдгар как быть когда в тебя не верят что ты делаешь когда в тебя не верят так вот ребята у меня сразу возникает этот момент вопрос кто в меня не верит кто люди достойные которые могут поддержать со мной разговор на любую тему при этом не злиться и прийти каким-то новым идеям новым мыслям или люди которые не могут затронуть тему политики семьи религия ну я не встречал знаете вот может быть конечно и мельком с кем-то что-то там говорил но прям чтобы вот так вот сесть и какой-нибудь человек чтобы он плевать хотел на все и просто со мной беседовал я про религию он тоже переключаемся плавно в семью уходим в политику обсуждаем вот это все дело без разницы там пусть будет он мусульманин я христианин да но я россия родился в армении отец у меня армянин мама русская получается метис мы живем и в россии в армении с детства я знаю оба языка и так далее и у меня две родины и одновременно перемешано две крови но и там и тут христианство но так получается что я родился и мне в паспорт так сказать печать христианин например другой человек ты там родился в мусульманской стране и тебе в паспорт печать ну не в прямом смысле таких печати нету я так уже ну просто ты там а там родился все ну значит значит мусульманин все куда ты денешься вот но человек стается тем или иным в зависимости от его мировоззрения принимает он это не принимает но хочешь ты этого или нет на тебе уже написано что ты армии кто ты армянин а русская христиане все понятно а вообще с чего взяли что я должен быть именно им или или не мусульманином или еще кем-то я не знаю там так что когда будет сидеть человек передо мной который родился там где есть мусульманство и у него печать мусульманин я родился там где есть христианство печать христианство но мы все равно будем вместе сидеть и обсуждать любые темы обсуждать тоже мусульманство тоже христианство искать и в том и другом например там писание так сказать какие-то вещи которые мы возможно не понимаем еще или понимаем но не согласны и и никто не будет злиться конфликтовать вот тогда такой человек да вот от такого услышать что я там верю в тебя или не верю я таких не встречал может быть такие конечно люди есть я думаю что не может быть а такие люди есть просто это настолько редко редко вещь что настолько редкие люди но они просто вот на дороге не валяются чтобы прийти там пообщаться потому что такие люди в основном заняты вот своими какими-то делами и своя семья и все такое вот так что за мою жизнь сколько я общался в основном я знаете как это воспринимаю разговариваешь с человеком потом смотришь у него из ушей дым идет уже мозги у него вскипают или они не могут дальше с тобой разговаривать просто у них мозг когда ты начинаешь поток информации давать размышляет на всякие разные темы перепрыгиваешь допустим с религией на инопланетян потом резко философию создания в бога тут же в политику тут же в заработок в современность семью и вот это все для меня это не ну как бы нет проблем я могу так плавно между этими темами ходить цепочки создавать это все объединяет думать размышлять выводы какие-то делать к новым мыслям приходить и вот сидишь с кем-нибудь разговариваешь вот начинаешь что все говорить проходит там 15-20-30 минут час допустим и ты смотришь что у человека просто вот голова уже вот волосы дымятся вот просто как будто компьютер перегрелся и он уже не понимал вообще он просто сидит думает быстрее бы свалить отсюда вот там или может быть потом поговорим вот даже сказать не может даже люди не могут уже воспринимать информацию и они не могут даже сказать что слушай я устал давай поговорим потом потому что я хочу кушать но не потому что я не хочу говорить я тупо пожрать хочу спать охота или у меня дела есть вот это сильные люди сильный человек скажет ну давай остановим разговор продолжим попозже потому что там потому что и все слабый человек в основном будет там сидеть и слушать уже не слышит тебя что ты говоришь или вот самая жесткая тема слабых людей вы такие разговариваете разговариваете вроде друг другу что-то говорите вроде бы пришли в вместе какой-то идеи и ты такой сидишь и думаешь что ну да вот он понял и он с этим согласен и вроде как ну хорошо так поговорили и тут баб и он такую штуку говорит ну это конечно да но я все равно с этим ну я не не согласен с этим типа знаете вот ну что-то типа такого как скажет как скажет ты думаешь какого ж хрена мы столько времени говорили если ты так не думал и в то время как так можно вообще вот это слабые люди так делают сильный человек если он как-либо думает правильно это неправильно вообще без разницы просто он так думает он говорит вот это так и он так думает и когда он говорит он так размышляет он в этом уверен если он не уверен скажет ну смотри мы к такому мнению пришли но вот у меня еще пришла мысль эдгар вот смотри я еще а вдруг вот эта штука не работает и приводит какой-то пример потому что вот есть еще такой нюанс вот как ты думаешь и тут мой мозг подключается ну да тут нюанс конечно давай обдумаем но не так что ты говорил говорил пришли к мнению потом без всяких нюансов без всяких там я не знаю дополнительных мыслей говорит а это все фигня пошли короче чё-то типа такого думаешь блин детский сад е-мое взрослые люди разговариваешь к мнению пришли все серьезно тут бам пошли куда-то типа все не важно я короче к чему что огромное количество и ста процентов человечества девяносто девять девять и девять и девять почти до конца девять люди не могут кому-либо говорить что они в кого-то верят и не верят потому что у них нету своей четкой позиции они не умеют разговаривать долго у них мозг вскипит прикасание вот этих трех вещей религии семьи политики все они будут глючить соответственно я для себя сделал вывод что а что мне людей слушать то например там правильно я что-то делаю или неправильно делаю кого мне слушать людей которые не могут поддержать разговор и если вы коснетесь этих трех точек они там все начинает у них дым идти из ушей и и что мне их слушать и мое мнение окончательное должно формироваться за счет вот этих людей кого слушать итоговая что я должен сказать допустим какую мне купить машину какую выбрать женщину какой бизнес вести как мне поступить в какой-либо ситуации что вот что люди скажут да вот у всех такая проблема есть что люди скажут а тут у меня вопрос а какие люди какие именно сильные люди которые могут поддержать разговор которых очень мало или слабаки смысл мне слушать и и думать о том что подумают кто слабые люди да нахер это мне не сдалось вообще поэтому когда я что-либо думаю и решаю какое будет у меня окончательное вот решение я его формирую только исходя из своего личного понимания потому что слушать слабых людей это вообще очень бессмысленно так что вопрос что делать когда в тебя не верят ну нужно задавать себе вопрос кто в тебя не верит кто если вы такой вопрос задаете мне или я думаю что это больше сами себе задаете вопрос вы просто посидите и подумаете а про кого вы вообще говорите вот вам вас кто-то не верит кто вот кто в тебя не верит вот кто в тебя не верит твои родители братья-сестры твои друзья коллеги окружающие тебя люди там общество кто в тебя не верит запиши на листочек просто и потом подумай вот весь этот список про которого про которых ты думаешь что они в тебя не верят тебя это беспокоит так как ты не можешь принять окончательное решение для себя в каком-то вопросе потому что думаешь ну что же они скажут так вот подумайте кто про вас что-либо должен сказать или нет прям вот конкретно там ну я не знаю родители подумайте насколько они сильные люди чтобы вам что-то говорить какие-то друзья я не знаю прям конкретные у вас конкретные друзья каждый из них сильные это люди стоит думать и переживать за то что они там подумают не знаю я лично вообще не парюсь по этому поводу в последнее время и чем дальше на планете земля ну чем больше в старость так сказать я понимаю что блин человечество просто тупеет реально тупеет они думают что люди думают что нам в космос что-то ломится какой космос блин все разваливается понятие разваливается у человечества семейные семейная система разваливается якобы должны чему-то учиться никогда ничему люди не учились и не научатся постоянно наступает на одни и те же грабли смысл от этой всей учебы если каждый раз одно и то же одно и то же столько люди воевали и воюют и будут воевать что прям не могли вывод сделать что это не очень хорошо для человечества так что смысл это поумнеть что чтобы люди поумнеть умными я их считал человечество во первых люди должны отказаться от понятия лететь в космос потому что на планете земля вопросы не решены какие космосы ну нафиг нам нужен космос если на планете земля есть еще голодные дети если на планете земля земля существует еще в нашем современном якобы современном продвинутом обществе есть еще детдом вот когда исчезнет исчезнут все детдома исчезнут все голодные люди исчезнет даже понятия об этом мы будем учить вот эту получать информацию ну так сказать в школах какого-то более-менее современного того самого умного общества если бы оно было то там был это изучали следующим образом какой-нибудь там учитель говорил бы мудрый что когда-то у людей которые были отсталые у них была такая проблема они не могли ее решить у них было понятие детдом и там дети вот эти сидят и учителя спрашивают а что такое детдом вот и он говорит еще они раньше были голодными были голодные дети они говорят а почему они были голодные как так вообще возможно такого же не существует они не не знали бы что такое детдом не понимали бы как можно быть голодным там как человеку чего-то не хватать и например учитель бы говорил вы представляете ребята вот раньше люди жили у них были детдома брошенные дети голодные а другая часть людей взрослые люди в это время хотели в космос полететь тратили миллиарды денег на полет в космос но тут же у них нету денег для детдомов там люди голодают больные дети но они все хотели в космос а когда был такой блогер Эдгар мыслят Эдгара канал когда он снимал видео типа и говорил человечеству зачем нам нужны все эти космические пространства вот эти полеты в космос нам это не надо нам надо заняться на земле делами другие люди ему говорили что прикиньте ему говорили да ты дурак что ли космос это же важно это же так интересно а что там есть взрослые люди другие говорили взрослому Эдгару который говорил на хрена нам этим взрослым космос когда у нас у взрослых есть дети которые голодные и вот большинство взрослых не хотел этого понимать потому что им было очень они любознательные дети были в детстве выросли и они хотели знать что там в космических пространствах а есть ли на Марсе Земля но вот Эдгару если от Эдгара такой канал был ему было насрать что есть на Марсе глубоко насрать вот прямо именно так вот и было какая разница что там в этом грёбаном космосе когда вы не знаете что в детдоме происходит если хотите сказать ну иди усыновляй я всю планету могу усыновить не бросайте своих детей смотрите своих детей и потом говорят люди что они достигли уровня умного человечества дебилоиды это просто уровень дебилов которые с голодными больными брошенными детьми ломятся в космос это просто уровень дебилов это не уровень айфона и все такое да это кому они нужны айфон двенадцатый выходит люди за это парятся опять-таки за детей голодных не парятся отлично пенсии придумали дебильную систему люди на пенсиях еле выживают копеечки выходят какие-то пытаются бунты устраивать против этого что-то не согласны человечество продвинутое голодные пенсионеры бедные люди дети голодные блин брошены зато мы ломимся в космос новые айфоны тренды моды дебилы просто вот человечество это просто огромный кусок говна и все так вот теперь мое мышление именно такое я так отношусь к современному человечеству когда я был маленький конечно я думал что все таки человечество намного умнее намного развития там есть взрослые люди мудрые люди и все такое сейчас я понял что херня это конкретно все нет никаких мудрых людей человечество еще те дебилы вся эта техника технологии это просто мусор в один миг свет отключили вон электричества нету кранты все хана наступит просто выключить на 1 2 3 на месяц выключить электричество людям наступит я не знаю со времен динозавров люди ржать будут как мы будем выживать это мы то со своими типа современными технологиями вся наша технология работает за счет электричества все выключат вам сейчас свет у тебя все вырубится нахрен выживут только те у которых остались спички и огонь и печки еще и картошечка в подвале что-то типа такого так вот важно ли слушать и формировать свое мышление за счет того что тебе скажут люди вот эти самые люди про которых я сейчас говорил разве это важно мне вообще не интересно просто вот я не знаю я лично очень сильно разочарован в человечестве ну что поделать что есть то есть как бы живем с тем что есть вот но если меня спросят ну как ты думаешь мы развитая цивилизация я скажу мы все куча дебилов все ни хера мы не развитая цивилизация просто дебилы дебилами все эти книжки все то что там у нас наследие у нас поэты писатели философы и всякие профессора и все такое какого хрена все это все эти хваленые людишки не лишили вопрос детдомов голода холода и все такое тогда мы не развитая цивилизация и они кстати нифига ничего и не решают вроде там люди учили во времена СССР вот это все хвалятся типа поэзия да там вот музыка классика классическая литература классическая музыка все это должно типа приводить к разбитию к решению вопросов и все такое молодежи по телеку всем толкают Моргенштерна который несет какую-то дичь вот просто если это все настолько мощно и очень рабочая система какого ж хрена спрашивается эта рабочая система допустила каких-то за руль Моргенштернов почему современная молодежь подсажена на Моргенштернов на американских вот этих рэперов придурков всяких почему у штурвала эти дебилы а не какой-нибудь бах почему не какой-нибудь там я не знаю из литературы все знают наизусть стихи Моргенштерна но того же Пушкина стихи не знают говоришь учи например стихи Пушкина блин ребенок будет ныть плакать нет не хочу не надо зачем вы меня мучите и все такое говоришь например ну ладно что ты будешь делать иди вот у тебя свободное время иди из из комнаты такой слышишь музычка долбит и там я не знаю слов в песен Моргенштерна там что ты только знаешь что Кадиллак чего-то там Кадиллак и они наизусть всю песню там что-то Кадиллак там деньги деньги я герой я герой все наизусть знают никто их не заставлял ну тогда что вообще происходит почему Пушкина не хотят учить а Моргенштерна учат тогда изучите этого гребаного Моргенштерна посмотрите в чем прикол вообще почему дети это хотят учить а Пушкина не хотят и возьмите поменяйте это местами как-то сделайте так чтобы они очень хотели учить Пушкина например и ненавидели слушать Моргенштерна чтобы там ой нет 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 нафиг надо и прикиньте во всем так во всем так все о чем люди говорят это типа очень мудро и круто и это все классическая классика и это наследие человечества любое в любую штуку тыкните в классическое наследие никто не хочет это все про это знают но кого не спросишь никто не знает ни этой музыки ни стихов ни профессорских всяких этих делов никто ничего не знает все знают что будет по Comedy Club какой стендап какой Моргенштерн песенку спел кто где там обосрался какой новый сериал я люблю там любви любовь какая-нибудь такая серия новая какой-то там мент куда-то добрался в какую-то деревню кто-то кого-то спас вот слепой 2 какая-нибудь спасенная любовь 4 вот и все о чем тогда люди говорят вообще какой-то бред все взяли перевернули твердят что вот это классная штука на этом держится человечество но то на чем держится человечество никто не хочет учить знать не знать вообще нахер это надо то что говорят что это все фигня все знают наизусть в этом живут этим живут сериальчики смотрят бухают курят и веселятся и потом говорят что мы развитая цивилизация и потом мне нужно слушать этих людей и думать ну хороший я человек или плохой и формировать свое мышление да вот мне нужно вот этих всех людей слушать и думать хороший я человек вот делать больше мне нефиг пусть человечество станет сначала человечеством а потом я буду уже слушать общественное мнение что про меня люди захотят сказать что бы они там не говорили я его спрошу ты кто чтобы говорить кто я и он не знает кто он простей он скажет да ты че я человек там все такое начнем беседовать а откуда ты произошел а куда ты после смерти попадешь а есть бог нету бога а политически религиозная семейная тематика а у тебя есть жена нет развелся а че развелся почему не живешь с одной и понеслось все буквально там пять минут человек кипит все и мне его слушать так что бросьте вы это дело слушать кого-либо у вас есть своя башка на плечах думайте сами решайте сами быть или не быть короче пишите пацаны вообще ребята что вы на эту тему думаете